Всем привет, мои дорогие подписчики! Вы на канале Дома Ремейк и с вами Диана. В сегодняшнем видео будет небольшой эксперимент. Дело в том, что мой дорогой и любимый муж подарил мне на Новый год макрообъектив. И сегодня я записывала для вас свое первое макро-видео для YouTube с его собственного глаза. Поэтому, если вдруг что-то будет не так, не судите меня строго, но знаете, я очень старалась, чтобы оно получилось крутым. В сегодняшнем видео речь пойдет о прекрасной лимитированной палетке Наташи Деноне Love Palette. Эта палетка была выпущена к 14 февраля. Она мне пришла даже до этого праздника, хотя, не знаю, наверное, целый месяц думала заказывать ее или нет. Я ее заказывала с сайта Beautylish. Также этот бренд представлен на Call Beauty. В принципе, Наташа Деноне сейчас есть и в России, но я конкретно эту палеточку у них не видела. Тем не менее, палетка лимитированная, но, вы знаете, лимитки Наташи Деноне можно еще отхватить, поэтому я не думаю, что вы ее упустите, если она вам реально понравится. Более подробные сводчи я, скорее всего, выложу в свой Инстаграм. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. В общем, это палеточка в таких красно-розово-фиолетовых цветах. Она мне очень-очень сильно нравится. И я вообще поняла, что у меня-то, у меня-то нет, не было ни одной красно-сиреневой палетки. Понимаете, безобразие какое? Их столько, а я все их не покупала, не покупала, я решила, надо. Если очень коротко, то здесь два цвета немножечко так себе. Это вот этот красный и вот этот вот оттенок Trust. На глазах вот этот, ну, он ведется бесподобно, то есть все с ним хорошо, но единственное, у него может быть чуть более сухая текстура, чем мы привыкли ожидать от Наташи Деноне. А вот этот, он такой немножко сложный цвет, его приходится поднаслаивать. Ну, так, все остальные цвета абсолютно прекрасны. Но это, знаете, вот так вот заранее вам сразу говорю. Этим видео я не призываю вас покупать эту палетку, потому что я понимаю, что для многих она не подойдет. Но если вы коллекционер, если вы хотите попробовать красно-фиолетовую гамму, я думаю, что она, вот эта палетка, может вам подойти. Плюс я постаралась в этом муке, я же глаз, использовать как можно большее количество оттенков. Я сразу скажу, что я не использовала. Я не использовала Transparent, Trust, то есть все остальное я для вас задействовала. Так что, так что смотрите макияж. Итак, я уже начала с того, что у меня есть тональный крем на лице. И далее я прорисовываю межресничку коричневой гелевой подводкой от Maybelline. Тут важно именно попасть между ресниц, чтобы они у нас в дальнейшем смотрелись гуще, и в целом макияж был более целостным. Единственное, частично я сделаю это за камерой, потому что, например, во внутреннем уголочке мне это делать достаточно некомфортно. Также я немного продлеваю глаз до вот косточки, делая его более удлиненным, потому что иначе, если мы закончим там, где реально заканчивается разрез глаз, глаза у нас будут меньше. После этого я приступаю к базе. Для таких видео я использую бежевую базу, чтобы вы могли видеть, что вообще из себя представляют тени, как они ложатся. Но, если честно, если бы я делала этот макияж на клиенте, то я скорее бы использовала что-нибудь цветное. И у нас такая отправная точка – это кремовые матовые тени от MAC в оттенке Soft Ochre. Наношу я их достаточно тонким слоем, используя для этого такую плоско-пушистую таклоновую кисть от Real Techniques. Далее я беру Soft Matte Complete Concealer от Nars в оттенке Honey и перекрываю вот это такое темное пятнышко во внешнем уголочке глаз. Для этого я беру плоскую кисть, его так поднаслаиваю, а потом подтушевываю более пушистой кисточкой. Это в дальнейшем нам даст вообще более чистую канву для работы, и, соответственно, макияж будет более аккуратным. Далее я беру такую пушистую, слегка сплюснутую кисть и набираю из палетки Наташи Денона оттенок First. Ну, это такой, знаете, светлый базовый оттенок, прохожу вокруг косточки, немножко тушевку, немножко снизу, чтобы в дальнейшем от тушевого тени нам было намного проще. Не забываю про зону около носа. Далее я беру оттенок Heartbeat и набираю его на такую плоскую пушистую кисть и затемняю внешний уголок глаза. То есть это будет наша самая темная зона, и я как следует набиваю туда цвет в форме такой капельки, что ли. То есть чтобы у нас тень, она выходила в такую красивую капельку, и все это было завораживающе и красиво. И я аккуратненько набиваю этот цвет, слегка оттушевывая, прям самую-самую малость. Именно поэтому кисть должна быть слегка более пушистенькая. Далее я беру оттенок Intense на нашу предыдущую кисть, вот такую слегка сплюснутую, и начинаю прорабатывать складку века. Тут смотрите по своему строению, но в целом вы должны заходить под орбитальную косточку и оттушевывать немножко на нее. Я тщательно-тщательно тушую, дохожу почти до самой внутренней части, ближе к носику, и оттушевываю немножко наружу, чтобы создать нашу будущую форму. Мне вообще очень нравится этот цвет, он красивый, он хорошо тушуется, и очень хорошо себя показал в работе, собственно, как и Intense, он тоже очень-очень-очень крутой. После этого я обязательно возьму такую чистую кисточку и пройдусь по краям, чтобы, ну, точно тушевка была прям крутая-крутая. Также я хотела бы обратить внимание на то, что я использую достаточно яркий свет, и он показывает вообще все нюансы и все недостатки, и без цветной подложки работать достаточно сложно. Как вы видите, я уже взяла оттенок Heart на такую немножко маленькую, но пушистую кисть, и начинаю набивать ее вот в этот переход между транзитным цветом, между нашей складочкой, да, и между нашим самым темным цветом. Из-за того, что кисть достаточно такая пушистенькая, набивать приходится достаточно тщательно, долго, но ничего страшного, эффект того стоит. И, как вы видите, цвет хорошо наслаивается. Да, он, возможно, не самый пигментированный, не тот по текстуре, который мы ожидаем от Наташи Деноне, но, честно говоря, красные оттенки очень сложны в работе из-за того, что они оказываются везде, если они очень пигментированные. А здесь мы имеем очень контролируемый цвет, и, по-моему, в целом это играет даже в плюс. То есть мне с ним было работать очень комфортно, и я была прям приятно удивлена. Плюс, как вы видите, у меня пока вообще ничего не осыпается, там одна какая-то маленькая крупиночка улетела из-за оттенка Heartbeat, потому что я там сама была чуть-чуть виновата. И я продолжаю втушевывать красный цвет и немножко поднимаю его в складочку века, чтобы у нас был более плавный переход. И, опять-таки, сохраняем нашу форму. Я ее делаю просто как форма своего глаза, только чуть-чуть, ну, как бы вокруг. То есть повторяю форму своего глаза, но вокруг. И теперь кистью с остатками оттенка Intense я еще немножко смягчаю границу между нашим красным и розовым оттенком. И далее нашей предыдущей кисточкой, которой мы набивали оттенок Heart, я набираю оттенок Heartbeat и немножечко затемняю опять внешний уголочек и смягчаю границу между темным бордовым и нашим красным цветом. Опять-таки, чтобы все было мягко, чтобы все было красиво, чтобы все втушевывалось одно в другое. И теперь пальчиком я набираю оттенок Passion. Честно, он оказался немного темноват, и поэтому я его набила только как продолжение темного оттенка Heartbeat. Далее оттенок Giving, я опять-таки набираю на безымянный палец и наношу на почти все подвижное веко, чтобы у нас, не знаю, оно сияло, чтобы все было красиво. Единственное, это цвет слегка прозрачный, то есть он скорее чуть-чуть как топпер, но в целом мне все равно понравилось носить его соло. После этого я беру оттенок Lifetime и наношу его на более внутреннюю часть подвижного века. И также набиваю его такой, знаете, кисточкой-карандашиком во внутренний уголочек глаза и оттушевываю немножко наверх. Также немного втушевываю этот оттенок в предыдущий, все должно быть мягко. После этого я набираю оттенок Soul, наношу плоскую такую пушистую, но немножко плоскую кисть и наношу во внутреннюю часть складки, то есть ближе к носику. Ну и потом чистой кисточкой подснимаю излишки и вытушевываю в такую полудымку, потому что цвет очень пигментированный и очень-очень-очень крутой. Далее на плоско-пушистую кисть я набираю оттенок G, на такая более плоская кисть. И наношу на почти все нижнее веко, не захожу только совсем во внутренний уголок, во внешний в принципе захожу. И оттушевываю на вот наш получается объем вот этого нижнего века. Цвет очень красивый, это новая вот эта кремовая текстура. Далее я беру оттенок Commitment на такую кисть-карандаш, прям остренькую и очень аккуратно им работаю, потому что он реально может осыпаться. И поэтому я цвет вырабатываю сначала в кисть через руку. И наношу во внешнюю часть нашего нижнего века, соединяя с темным оттенком Heartbeat на верхнем веке, чтобы все аккуратненько перетекало одно в другое. Цвет вообще, конечно, балдежный, прям такой красивый, ежевичный. Далее я набираю оттенок Valentine на нашу плоско-пушистую кисточку и немножечко смягчаю переход во внешней части снизу, получается, чтобы у нас мягко все переходило в кожу. И дальше возвращаюсь к нашему темному цвету, чтобы опять-таки смягчить границу между оттенком Valentine и оттенком Commitment темным. В общем, перетушевываю, пока не станет идеальным. После этого я набираю на кисть карандаш оттенок Blind, это такой серебристый металлик, и по заверениям Денона у него есть слегка сиреневый подтон, и наношу его во внутренний уголок глаза снизу и оттушевываю на нижнее веко. И теперь я беру консилер в оттенке Honey от Nars, который мы использовали ранее, и наношу совсем чуть-чуть под глаз на зону синячочка. Прям нужно совсем-совсем слегка, потому что консилер он такой сухой, он подчеркнет текстуру, и нужно им работать именно аккуратно и точечно. Но за счет того, что он пигментированный, его правда нужно, ну, прям совсем-совсем-совсем чуть-чуть. Иногда я им просто усиливаю коррекцию, да, вот этой вот зоны после какого-то более легкого консилера. И я прям вбиваю такой пушистой кисточкой. Так, подкручиваем ресницы. Я за это, потому что мои ресницы очень прямые, и в противном случае их вообще не видно, если их накрасить. В общем, как следует, подкручиваю керлером шуу Емура, и беру водостойкую тушь, и совсем слегка прохожусь по этому завиточку, чтобы он у нас сохранился. Потому что, если накрасить обычной тушью, то у нас ресницы обратно выпрямятся. Пока мои ресницы подсыхают, я беру карандаш от Vicon в оттенке Royal Blue, и прокрашиваю им слизистую, очень красивую, голубую, немножко в селеневинку оттенок. И мне, опять-таки, это делать немного некомфортно, поэтому это делала за кадром. После этого я беру тушь от Maybelline Lash Sensational и прокрашиваю как следует верхние и нижние ресницы. Вообще, тушь классная, она не осыпается. Моим глазам с ней очень-очень комфортно. И она достаточно хорошо вообще подчеркивает объем и длину. В общем, многим, конечно, не нравится щеточка, но мне с ней работать и на себе, и в принципе, очень-очень-очень удобно. Обязательно прокрашивайте нижние ресницы. Это молодость и красота. Вот серьезно, если есть, обязательно прокрашивайте. Далее в дело идут брови. Я беру тушь от Stellar в оттенке 01, это тушь для бровей, и аккуратненько зачесываю свои бровушки наверх. Тушь очень бюджетная, представленная в сети Magnet Cosmetic, и мне в целом она очень нравится. Там два оттенка, второй такой блондистый, немножко рыжеватый, но так как они такие немножечко прозрачные, слегка совсем, ну, то есть не суперпигментированные, очень универсальные оттенки, мне очень нравятся, реально добавляют объем волоскам. Далее я беру карандаш от Manly Pro в оттенке Cardamon. Это такой, знаете, немножко пудровый карандаш, и прорисовываю те зоны, где мне немножко не хватило собственного объема, где, не знаю, пересчипала или просто не хватает волосочков, да. В общем, заполняю пустоты. Моя цель оставить бровь достаточно натуральной, мне вообще очень нравится эта тенденция с более натуральными бровями. Это всегда выглядит как-то свежо, летяще и очень, не знаю, юно, что ли, в какой-то степени. Если где-то мне немножко хочется подправить, я беру кисть с остатками консилера. И я немножко корректирую форму, чтобы брови были более симметричными, и наш образ-то, собственно, готов. И вот такой вот макияж у нас по итогу получился. Я надеюсь, что он вам понравился. Я, правда, постаралась использовать как можно большее количество оттенков. И вообще, что бы мне хотелось сказать по этой палеточке? Мне в целом очень понравилось качество, мне понравился подбор цветов. То есть эти цвета очень хорошо между дружкой сочетаются. Само собой, да, она красная, да, она подойдет не всем. Но мне она нравится. Она очень крутая по размеру. Она такого же размера, как ее палетка Sunwise. Она продается у нас в России. Ну, собственно, вот она такого же формата, как палетка Наташи Денона Sunwise. Сейчас покажу по цветам, потому что кто-то говорит, что они похожи, но это не так. Цвета абсолютно разные. Очень разная цветовая палитра. То есть вот. Ну, то есть это абсолютно разные палетки. Бонусом, смотрите, их можно доставать. То есть, видите, вот специально дырочки. Можно, не знаю, зубочисточкой или чем-нибудь. И вот эти вот цвета, они магнитные. Поэтому, если вам нужно, например, взять какой-то один оттенок с собой куда-нибудь там на работу или в путешествие, вложить в вашу маленькую магнитную палеточку, это вполне можно сделать, что я считаю, очень большим плюсом. Ну, или поделиться с подругой цветом, который вы не используете. В коллекции Love шли глоссы. Блески для губ, которые я не стала покупать. Я вообще не особый фанат блесков для губ. То есть у меня есть прозрачный, у меня есть там парочка от Kika. Прозрачный, он вообще чем угодно замешает. В общем, я не по блескам. Но еще шла вот такая шикарная палеточка для лица. Что меня смущает, у меня там уже какой-то пузырик появился. Вот, но только одна упаковка заслуживает внимания. Я думаю, я сниму про нее отдельное видео. И вообще у меня столько продуктов Наташи Деноне, и мне не хочется их как-то все комкать. Мне хочется, ну, в смысле, в одно видео, а рассказать о каждом в отдельности, посвятить каждому время, потому что ее продукты, правда, заслуживают внимания. Вот эта палеточка продается за 65 долларов. То есть, в принципе, это не суперогромная цена. И за ее цену, в принципе, она крутая. Здесь два оттенка идут в новой формуле. Это сиреневый Dream и Commitment, вот этот вот темненький. Это ее новая Cream to Powder. То есть такие, они кремовые текстуры. Мне нравится эта текстура. Единственное, темный цвет, он может осыпаться. Поэтому с ним нужно быть аккуратнее. Также здесь есть красивые дуохромные металлики. Просто металлик. Вот этот вообще просто бомбический. И ее классический Cream Matte. Это вот, например, вот этот оттенок Intense. В принципе, она заявляет и hot, как Cream Matte. Но он суховат. То есть что-то с ним не так. Может быть, это прессовка. Может, еще что-то. В общем, я отдельно записала для вас, как этот цвет сводчится. Но он какой-то вот сухой, немножко залипающий. И вот Trust немножко неудачный. Все остальное, это, конечно, восторг. Это такая милая, немножко девчачья тема. Да, можно сделать макияж нежнее, чем я сделала сегодня. Если использовать, например, оттенки там Soul, First, Lifetime, Transparent. Получить такой более мягкий образ. Возможно, даже носили на каждый день. Но все-таки это вот для любителей, на мой взгляд. Но мне палетка понравилась. Ну, также хотелось бы сказать, что я считаю, что покупать все новинки, которые выходят, это, по-моему, глупо. Например, если у вас есть Jeffree Star Blood Palette, Red Blood. В общем, если у вас есть вот палеточка, которая первая, вот эта вот Blood Palette от Jeffree Star, я здесь приложу, как она точно называется, то вам, скорее, палетка Denon уже здесь не понадобится. Они очень сильно похожи. Если у вас тоже есть какие-то там, не знаю, Lime Crime какая-нибудь, еще что-нибудь в этом духе. Вот зачем коллекционировать красно-розовые палетки? Используйте то, что у вас есть, и это будет прекрасно. Но если у вас нету такого интересного набора цветов, там, да, красно-сиренево-розовое, что-то такое девчачье, то почему нет? Возьмите, она очень крутая. Выбирайте, что вам нравится больше по текстуре. То есть, может быть, вы больше любите какую-нибудь худу-бьюти, там, может, у нее что-то есть, ну, хотя бы, нет. Может быть, вам Анастасия нравится, там, ее новое, это Джеки, что-то там, палет, там, господи, сколько их уже выходит. Тоже очень красивая. Выберите ту текстуру, которая вам нравится, и приобретите эти цвета, если они вам нужны. Но не надо покупать в одних и тех же цветах разные палетки от разных брендов, потому что, ну, это неразумно. У вас потом это все лежит и не тратится. Даже, там, у меня, визажиста, я не думаю, что вот эта палетка, она будет как-то очень сильно тратиться, и что я когда-нибудь ее прикончу. То есть, скорее, она уже, там, испортится, хотя сухие продукты портятся, ну, крайне медленно, понимаете? Поэтому делайте разумные покупки. Разумные покупки – это добро. А, ну, если уж на то пошло, то я вообще сторонник того, что если, например, есть какая-то палетка с супер базовыми оттенками, я бы предпочла инвестировать в что-то дорогое, чем купить какую-то дешевую палетку, а потом мучиться. То есть, например, взять какой-нибудь Tom Ford, там, да, Као Мираж с базовыми оттенками, или какую-нибудь базовую Шарлоту, или какую-нибудь базовую, не знаю, Худу, или Анастасию. То есть, и потом пользоваться и наслаждаться, чем взять палетку, с которой вы каждый день будете мучиться. Но брать нужно именно в тех оттенках, которые вы постоянно используете. То есть, ну, мало кто в повседневной жизни постоянно делает себе сиреневые и красно-розовые макияжи. Там нежно-розовые, да, ну, вот именно, в смысле, вот в такой гамме. Но если вы такой человек, я думаю, эта палетка вам очень понравится. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, или что оно было для вас полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, и подписывайтесь на мой Инстаграм. Ссылочка также будет в описании. А также обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы Ютуб уведомлял вас о моих новых роликах. Я, правда, возьму в себя в руки. Просто я там немножко выпала из жизни, и поэтому мне немного не удавалось записывать видео. Ну, там были некоторые нюансы со здоровьем, скажем так. Ну, не будем об этом. Я надеюсь, что у меня все скоро станет совсем идеально. Почему бы не надеяться на лучшее, правильно? И давайте до новых встреч. Обязательно увидимся. Пока! Знаете, что самое забавное? Все это время было тихо, но именно тогда, когда мне нужно было начать записывать ту часть, которая со звуком, с микрофоном, соседи начали что-то сверлить. Но вроде не очень громко, поэтому ничего страшного.